я хочу сказать какие темы будут сегодня обсуждаться помимо проблемы семейной гиперхолестериномии это не случайно взявшаяся тема проблема в том заключается что вопреки тому чему учили нас это не такое редкое состояние как об этом было принято думать сегодня гораздо больше пациентов у которых выявляется семейные или генетически детерминированные нарушения липидного обмена они требуют экстренной помощи экстренного наблюдения особенности наблюдения за этими пациентами становятся очень важными у нас будут сегодня обсуждаться вопросы смотрите это проблема патологии печени очень серьезно ведь в обществе количество больных с неалкогольной жировой болезнью печени стало очень большим поэтому гепатотоксичность статина их применение в реальной клинической практике опасения или не опасения зачем смотреть это конечно требует отдельного анализа как было трудной темой хроническая болезнь почек так она и остается потому что проблема выбора статина проблема начала статинотерапии она остается очень трудной контроля за пациентом контроля за тем состоянием которое происходит у нашего пациента несколько слов нужно сказать про то что пугает терапевта больше всего это проблема мышечных синдромов вот у больного появляется мышечный синдром боли оцените насколько это вероятная связь со статинами и самый главный вопрос потом что делать алгоритм довольно сложный как контролировать этого пациента рисковать не рисковать нужна ли консультация липидолога не нужно где компетенция терапевта и где край этой компетенции терапевта согласитесь что это довольно трудные ситуации наверное одна из таких самых тяжелых проблем с которой мы сталкиваемся эта проблема страха связанная с деменцией это очень трудная тема и мы уверены что марина михайловна будет глубоко освещать эту проблему чтобы мы могли выйти из ничем не обоснованных страхов в обсуждении этой темы и конечно же межлекарственные взаимодействия доклад наталья андреевна козелого и гиполепидемическая терапия у пациентов с заболеваниями печени пожалуйста уважаемые коллеги рада вас приветствовать моя задача сегодня представить гиполепидемическую терапию особенность ее назначения у пациентов с заболеваниями печени прежде всего мы должны понимать и все это знают наши пациенты но мы должны знать лучше что такое гепатотоксичность когда мы назначаем препараты не только гиполепидемические препараты любые гепатотоксичностью считается повышение а лт более чем в три раза норм и повышение билирубина более чем в два раза выше нормальных референсных значений на самом деле если мы говорим о использовании гиполепидемических препаратов в основе все-таки это препараты статины то на сегодняшний день известно что частота истинного поражения печени вызываемого статинами не более 1 процесса процента а на самом деле это есть ничто иное как патофизиологический механизм своеобразная иммунологическая реакция и считается что аторвостатин больше ассоциируется с холестазом а вот использование симвостатина с гепатоцеллюлярной травмой чаще всего в реальной клинической практике мы не видим гепатотоксичность мы видим трансаминит когда имеет место отклонение от нормы а ст или алт в отсутствии гепатотоксичности то есть в отсутствие увеличения общего белиорубина или увеличением мно и других параметров на самом деле трансаминит это бессимптомное временное повышение трансаминаз и соответственно связано это с проницаемостью клеточных мембран гепатоцитов и с утечкой ферментов явление это типично не только для статинов но и для всех гиполепидемических агентов не является специфическим для статином и считается лабораторная аномалия которая никак не связана с истинным поражением печени и действительно если вы посмотрите метаанализ пяти рандомизированных клинических исследований посмотрите чем выше доза чем выше доза тем больше идет увеличение трансаминаз в этом метаанализе более чем три раза но при этом чем выше доза мы должны помнить тем больше снижение риска больших сердечно-сосудистых событий если вы посмотрите большую базу данных левертокс где собираются все на случай в глобальной базе данных поражение печени с использованием лекарственных препаратов и бат то мы с вами видим что очень высокая вероятность поражения все-таки при использовании аторвостатина и симвостатина а вот розово статин и питомо статин всего лишь категория b менее выраженная высокая вероятность но менее выраженная если говорить о розово статине например почему розово статин или питомо статин метаболизируется встречается гепатотоксичность реже потому что они метаболизируются крайне крайне мало через систему цитохромов p450 и отсюда меньшая частота развития трансэминитов и гепатотоксичности обратите внимание метаанализ 73 рандомизированных клинических исследований статины и частота увеличения трансэминаз так вот на розово статине увеличение трансэминаз составляет лишь 35 процентов на аторвостатине более чем два с половиной раза почему такой благоприятный эффект розово статина относительно благоприятную питово статина оказывается например питово статина работает через повышение адипоноктина в жировой ткани и это ведет к уменьшению уменьшению влияния на печень повышается чувствительность мыши печь мышц и печени к инсулину снижается воспаление в жировой ткани как часто следует контролировать печеночные ферменты считается это прежде всего лт по нашим российским рекомендациям до лечения через 8 12 недель после начала медикаментозной терапии и естественно после увеличения дозы рутинный контроль а лт не требуется за исключение клинических симптомов которые свидетельствуют о патологии печени что делать если повышается уровень печеночных ферментов меньше трех верхних границ норм а лт продолжить терапию контроль через 4 6 недель больше трех верхних норм прекратить гиполепидемическую терапию или уменьшить дозу и контроль через 4 6 недель если лт остается повышенным необходимо выявить другие причины но мы не должны забывать уважаемые коллеги что статины кроме возможности всего одного процента развития риска гепатотоксичности обладают собственными гепатопротективными эффектами в частности одно из самых частых заболеваний печени не алкогольная жировая болезнь печени говорит о том что если у таких пациентов есть дислепидемия и вы назначаете статины мета анализ 21 рандомизированного клинического исследования говорит о том что назначение статинов не ухудшает не увеличивает уровень а лт ст общего билирубина или щелочной фосфатазы и поэтому можно лечить не алкогольную жировую болезнь печени при наличии дислепидемии статинами более того большой систематический обзор от сентября 22 года обратите внимание говорит о том что главными направлениями внимание не просто для лечения дислепидемии а для лечения не алкогольной жировой болезни печени является препараты посмотрите для лечения дислепидемии это статины почему да потому что статины не только улучшают липидный профиль статины еще и снижают риск прогрессирования гепатоцеллюлярной карциномы и так если мы с вами посмотрим действительно ли могут статины снижать риск гепатоцеллюлярной карциномы у больных с не алкогольной жировой болезнью печени заодно с вирусными гепатитами мета анализ рандомизированных и наблюдательных исследований говорит да точно могут снижать риск развития гепатоцеллюлярной карциномы на 43 процента но и этого мало посмотрите у больных с хроническими вирусными гепатитами статины могут снижать риск цирроза печени посмотрите на 41 процент риск общей смерти статистически значимо на 20 процентов посмотрите какие выраженные гепатопротекторные эффекты имеют статины вот в этом наблюдательном исследовании больше 25 тысяч пациентов лечились всего обратите внимание от трех месяцев и были получены такое такое важное влияние на прогноз если говорить о пациентах с вирусными гепатитами b и c по снижению риска развития гепатоцеллюлярной карциномы что оказалось если у пациента вирусный гепатит b оказывается статины естественно назначенные по показаниям они для лечения вирусного гепатита b снижают на 8 48 процентов риск развития гепатоцеллюлярной карциномы а при вирусном гепатите c на 42 процента снижают риск развития гепатоцеллюлярной карциномы обратите внимание сколько было в этом метаанализе исследований пациентов пациентов были было больше более чем полумиллиона пациентов кроме этого если мы с вами будем говорить о пациентов с алкогольной болезнью печени обратите внимание интереснейший анализ который говорит о том что если таким пациентам назначать статины по показаниям естественно то обратите внимание снижается общая смертность на 16 процентов снижается печень ассоциированная смертность на 34 процента и еще снижаются печень ассоциированное осложнение на 11 процентов мы с вами опять видим выраженный гепатопротективный эффект. Ну и самый интересный пациент после трансплантации печени, представьте, принес инфаркт миокарда, ну как не назначить статины? Конечно назначить. И вот это наблюдательное исследование почти тысячи больных говорит о чем? Если таким пациентам назначаются статины после трансплантации печени, улучшается выживаемость этих больных. Почему так работают статины, говоря о нефропротективном эффекте? Большой метаанализ 26 рандомизированных исследований говорит о том, что статины обладают собственным палеотропным эффектом. Прежде всего снижать воспаление жировой ткани в печени и других органах и системах. Посмотрите, как идет снижение высокочувствительного цереактивного белка при приеме статинов. Причем чем выше дозы, чем выше дозы, тем больше идет снижение высокочувствительного цереактивного белка и более выражен палеотропный эффект, связанный со снижением активности воспаления. На сегодняшний день выявлены и другие палеотропные эффекты статинов, так называемое влияние на ракиназы. И влияние на ракиназы обеспечивает также не только противовоспалительный эффект статинов, но еще эффект против фиброза, эффект против апоптоза. То есть влияние на ракиназы обеспечивает антифибротические, антиапоптические эффекты. Кроме этого, если мы с вами откроем российские рекомендации, рекомендации общества терапевтов, то обратите внимание, это, наверное, больше для гастроэнтерологов, я говорю, фармакологическая коррекция гиперлепидемии у больных с неалкогольной жировой болезнью печени. Посмотрите, рекомендуется использование статинов, но с учетом действительно повышенного риска гепатотоксичности и, соответственно, для лечения гиперлепидемии, но не для лечения неалкогольной жировой болезни печени. И что говорится, если есть неалкогольная жировая болезнь печени, а вы лечите статинами, мониторинг должен быть активный каждые 3-4 недели. В печени другая липидкорригирующая терапия. Обратите внимание, исследование, выполненное комбинацией зетимиб и статин, что было получено? Было получено процент уменьшения жира в печени, то есть не только лечение дислепидемии, но еще гепатопротекторный эффект, особенно у пациента с неалкогольной жировой болезнью печени. Более того, в этом исследовании были описаны и механизмы гепатопротекторного действия зетимиба, которые связаны с усилением экспрессии переносчиков выброса холестерина, которые связаны с улучшением чувствительности к инсулину печени, которые связаны со снижением печеночной экспрессии определенных генов, которые ухудшают метаболизм, прежде всего жировой метаболизм в печени. И, соответственно, собственный узетимиба противовоспалительный эффект, уменьшение окислительного стресса, связанный со статозом печени и ряд других механизмов гепатопротекторного действия найдено. Если говорить о фибратах, то несмотря на то, что фибраты также как и статины обладают гепатотоксичностью, на сегодняшний день тоже найдены возможные гепатопротекторные механизмы фибратов. Одни из механизмов – это подавление экспрессии провоспалительных генов цитокинов, таких как фактор некрозоопухоли альфа, таких как моноцитарный хемоаттрактивный белок, молекулы клеточной адгезии и другие. И второй механизм гепатопротекторного действия фибратов – это фибрат-ассоциированные увеличение производства адипонектина, то есть увеличение адипонектина, как и при использовании некоторых статинов. Если говорить о омега-3, полинасыщенные жирные кислоты, тоже считается, что данные липидкоригирующие препараты, возможно, гепатопротекторные механизмы тоже есть, и связаны они прежде всего со снижением поглощения жирных кислот в печени, увеличение внутрепеченочного гидролиза 3 глицеридов и ингибирование созревания ингибитора-активатора плазминогена. То есть вот механизмы также есть и у омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Вот обратите внимание, есть еще и данные о том, что фенофибрат, кроме гепатопротекторных эффектов, как мы сказали, как и у статинов, есть и риск гепатотоксичности. И вот данное исследование, которое было выполнено с МРТ, оно показало увеличение объема жира в печени, и поэтому сегодня, говоря о фенофибрате, спрашивают, но нет ответа на вопрос, полезны все-таки или вредны фибраты у пациентов с заболеванием печени. Ну и, наконец, ингибиторы PCSK9 для печени, друзья или враги, экспериментальное исследование. Посмотрите, что было найдено. Оказывается, данная группа препаратов, еще раз подчеркиваю, только экспериментальное исследование, может привести к более высокому риску стеатогепатита и канцерогенеза, повышать уровень холестерина и кристаллов холестерина в печени, поэтому на сегодняшнее, конечно, это исследование говорит о том, что следует задуматься и оценивать побочные эффекты этого класса препарата. И малоинтерферирующая РНК, на сегодняшний день их уже огромное количество утверждено FDA, и на сегодняшний день все проведенные исследования не продемонстрировали побочные эффекты, связанные с нарушением функции печени или почек. Таким образом, уважаемые коллеги, не на все вопросы сегодня даны ответы, но, тем не менее, мы сегодня попытались показать влияние ряда липидкоригирующих препаратов у пациентов с заболеванием печени. Наталья Андреевна, большое спасибо за такой глубокий анализ. Я думаю, вы согласитесь со мной, что квинтэссенция вот этого важнейшего сообщения следующее. При исходно умеренном повышении аланиновой трансаминазы не повод не назначать статины и невыраженное повышение до трёх верхних границ норм, не повод прекращать терапию статинами. Это очень важный посыл, потому что количество больных, которые ухудшают свой прогноз, потому что доктор взял и прекратил терапию статинами при этих исходных данных, к сожалению, остаётся высоким. Я, насколько понимаю, мне сообщает выпускающий редактор, что Екатерина Иосина вернулась к нам, и у неё всё в порядке теперь с компьютером. Екатерина Иосина, вы готовы? Да, да, да. Тогда, пожалуйста, Екатерина Иосина, мы просим вас осветить проблему семейной гиперхолестериномии. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Я прошу прощения за технические проблемы. Семейная гиперхолестериномия – это один из вариантов наследственного нарушения липидного обмена. Это аутосомно-доминантное заболевание, обусловленное мономутацией эмегенов, кодирующих либо рецептор липопротеинов низкой плотности, либо АПО-липопротеин B100, либо профермента пропротеин, конвертин, таза, субтилитин, кексин, ПСС-кинай, сопровождающиеся строгим, стойким повышением уровня холестерина низкой плотности и, самое главное, очень ранним развитием атеросклероза. Две формы основные – менее тяжелая гетерозиготная и более тяжелая гомозиготная. Распространенность гетерозиготной формы средняя – 1 на 200-250 человек, но в Российской Федерации в результате эпидемиологического исследования, к сожалению, распространенность гетерозиготной гиперхолестеринемии выше – 1 на 108-1 на 173. Гомозиготная встречается намного реже, и это редкое заболевание. Распространенность – 1 на 160-300 тысяч европейского населения. Очень важно сказать, что семейная гиперхолестеринемия относится либо в очень высокий риск, если у пациента дополнительно есть еще один большой фактор риска, либо высокий риск без факторов риска. То есть, таким образом, семейная гиперхолестеринемия – это всегда либо высокий, либо очень высокий кардиоваскулярный риск. Факторы, традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний негативно, крайне негативно влияют на пациентов с семейной гиперхолестеринемией и плохо сказываются на прогнозе, увеличивая смертность. Но течение при гетерозиготной характеризуется очень ранним развитием ишемической болезни сердца. К 50 годам у мужчин больше, чем у половины, уже есть ишемическая болезнь сердца. У женщин несколько позже, но тоже рано. К 60 годам больше половины женщин имеют тяжелую ишемическую болезнь сердца. И это одна из причин инфарктов миокарда в молодом возрасте. И половина мужчин, к сожалению, с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией умирают очень рано, до 60 лет, из-за различных осложнений ишемической болезни сердца. Гомозиготная гиперхолестеринемия течет гораздо тяжелее. Атеросклероз развивается до 20 лет. И продолжительность жизни без активного лечения не более 30 лет у таких пациентов. И на аутопсии находят такое тяжелое поражение коронарных артерий у детей и подростков, у которых была гомозиготная семейная гиперхолестеринемия, которые соответствуют буквально конечным стадиям атеросклерозического поражения сосудов. Поэтому очень большое значение имеет ранняя диагностика и рано назначенное лечение при семейных гиперхолестеринемии. Если мы обратимся к нашим новым клиническим рекомендациям, у нас сразу же выделяется в них группа риска, которым следует провести диагностику семейной гиперхолестеринемии. Это пациенты с ранним возникновением атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. У мужчин младше 55 лет, у женщин младше 60 лет. Это пациенты с ксантоматозом, с холестерином низкой плотности больше 5 ммл на литр. У взрослых и больше 3,5 ммл на литр у детей. Этих пациентов следует проанализировать согласно диагностическим критериям голландских липидных клиник. Диагностические критерии представлены в клинических рекомендациях российских. Они предполагают анализ семейной истории, наличие родственников с ранним развитием ИБС или других атеросклеротических заболеваний. За каждый признак дается определенное количество баллов. Учитывается у родственников сухожильные ксантомы или аркус корнеалис в молодом возрасте. Сам пациент, если обладает преждевременным развитием ИБС, это также учитывается. Или преждевременным развитием других атеросклеротических сосудистых заболеваний. Наличие сухожильных ксантом – это уже почти диагноз 6 баллов. Аркус корнеалис у пациента до 45 лет также 4 балла, большое количество баллов дает. Вот мы видим с вами аркус корнеалис на слайде. Видим ксантомы на ладонях пациента. Уровни холестерина низкой плотности также учитываются. И за каждый уровень повышения, вы видите, дается определенное количество баллов. И анализ ТНК, обнаружение патологических мутаций, практически диагноз дает 8 баллов. И определенный диагноз – это та ситуация, когда пациент набирает более 8 баллов, вероятный 6-8 и возможный от 3 до 5 баллов. И диагностическими критериями гомозьготной семейной гиперхолестеринемии является наличие двух мутантных аллелей в генах или уровень холестерина низкой плотности более 13 ммол на литр без гиполепидемической терапии или более 8 ммол на литр на фоне гиполепидемической терапии. И опять плюс либо сухожильные эксантомы, либо оба родителя имеют гетерозиготную семейную гиперхолестеринемию. И показания для молекулярно-генетического исследования, если пациент набирает 6 баллов и больше по шкале голландских липидных клиник, если будет найдена патологическая мутация, то показано обследование родственников пробанда для того, чтобы выявить людей с повышенным риском семейной гиперхолестеринемии. В отношении лечения. Если речь идет о гомозьготной семейной гиперхолестеринемии, это, безусловно, лечение, наблюдение в центрах, которые специализируются на нарушениях липидного обмена. Это пациенты крайне высокого риска. У таких пациентов с детского возраста начинается гиполепидемическая терапия как можно раньше, после постановки диагноза. Обычно назначается сразу комбинированная гиполепидемическая терапия статинами в сочетании с эзотимибом и часто тройная комбинация с эволокумабом. Эволокумаб – препарат зарегистрирован в Российской Федерации для лечения детей с возраста 12 лет при гомозьготной семейной гиперхолестеринемии. Если говорить о гетерозьготной гиперхолестеринемии, то ее лечение подчиняется общим принципам. Мы видим, что если это очень высокий риск у пациента, то холестерин низкой плотности должен быть менее 1,4. Если пациент в группе высокого риска относится меньше, чем 1,8, и по меньшем мере он должен быть в том и в другом случае снижен на 50%. Возможно, стартовая терапия со статина при недостижении целевого уровня комбинация с эзотимибом и далее комбинация с алирокумабом, энклисераном или эволокумабом. Но как раз это тот случай, когда работают показания для инициального назначения сразу комбинированной терапии. Если холестерин низкой плотности выше 4,0, мы имеем право начинать лечение сразу с комбинацией статины и эзотимиба. А если у пациента очень высокого риска, он выше, чем 5 ммл, то это стартовая тройная комбинация статин, эзотимиб и ингибитор PCS9 или энклисеран назначается таким пациентом. И, безусловно, надо рассматривать показания к плазмоферезу и плазмосорбции. При гомозиготной форме и холестерине низкой плотности больше, чем 7,8 – это абсолютное показание. При гетерозиготной и холестерине низкой плотности больше, чем 7,8 – и плюс один фактор риска показания. При гетерозиготной и холестерине низкой плотности больше 5, плюс два фактора риска. Либо уровень липопротеина А малая больше 50 мг на децилитр. При гетерозиготной и холестерине низкой плотности больше, чем 4,1 – и пациент очень высокого риска. И семейная гиперхолестеринемия у беременных женщин при отмене гиполепидемической терапии в связи с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Но, наверное, самый главный слайд во всей этой презентации, когда мы должны заподозрить наличие семейной гиперхолестеринемии и провести углубленный анализ по критериям сети голландских липидных клиник. Это пациенты с общим холестерином 8 мм на литр и больше, холестерином низкой плотности 5 мм на литр и больше, без терапии для взрослых и 6,7 для общего и 3,5 для низкой плотности у детей. Это ранний дебют от атеросклеротического заболевания у мужчин в возрасте моложе 55 лет, а у женщин в возрасте моложе 60 лет. Это наличие у пациента кожных или сухожильных ксантом и случаи внезапной сердечной смерти членов семьи в молодом и среднем возрасте. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание. Вам поступил такой вопрос, если можно ответить, с условием дефицита времени. Сколько в реально, в современном мире, в современной популяции, которую мы лечим, реально встречается семейная гиперхолестеринемия? В каком проценте? Если гетерозиготная, то она встречается часто. Еще раз обращаю внимание, что в Российской Федерации это один пациент на 108-173 человек общей популяции пациентов. То есть это очень частая встречаемость. Гомозиготная очень редко, один там на 160-300 тысяч. Хорошо. В общем, это довольно часто, на это надо обращать внимание. И по ходу, прямо вот сейчас поступают вопросы, на которые мы будем просто отвечать, потому что их довольно много. Эзотемиб при неалкогольной жировой болезни печени. Можно ли? Да, можно. Пожалуйста, назначайте. Он влияет на белок нюмана пика, подобный белок. Это никакого отношения к гепатоксичности нет. Задается вопрос по поводу трансплантации печени. Надо ли рассматривать назначение статина после трансплантации печени? Да, конечно, потому что риск очень высокий. Вы определяетесь с риском. По какой поводу была трансплантирована печень? Оцените риски. Поводом для начала терапии с статинами является исходный сердечно-сосуистый риск. Вопрос по поводу синдрома Жельбера. Можно ли рассматривать вопрос статины во взрослом состоянии? Если выразите синдром Жельбера типичен для детей, подростков. Это период полового созревания в основном. Но если во взрослом состоянии сохранился, во-первых, это очень редко, сохранился синдром Жельбера, и вы уверены, что это классический синдром Жельбера, а не маска, которая выступает под синдромом Жельбера, то никаких противопоказаний нет. Хорошо. И вопрос такой. Если уровень аланиновой трансаминазы выше трёх норм, то что делать? Добавить гептрал или, согласно алгоритму, контроль через 6 недель. Да, вы прекращаете, пытаетесь найти вторую причину, какую-то причину, которая может объяснить такое повышение. Если возобновили терапию, и всё нормально, вы сохраняете терапию с статинами. Если вновь повысился уровень аланиновой трансаминазы, тогда подумайте о какой-то другой схеме лечения вашего пациента. Спасибо большое, Екатерина Иосина. Мы идём по программе дальше. И очень тяжёлая тема – хроническая болезнь почек. И стратегия гиполепидемической терапии у пациентов с хронической болезнью почек – это всегда очень тяжёлый вопрос в реальной клинической практике. Пожалуйста, Александр Григорьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. И я единственное, что позволю себе дополнить по поводу гетеро- и гомозиготных мутаций. Дело в том, что очень сильно варьируют популяционные особенности. Очень мало стран, которые выполнили популяционные исследования по встречаемости, но в среднем, да, это один из двухсот, а по гомозиготной – один на миллион человек. Но я вернусь к своей теме. Итак, мы говорим о хронической болезни почек в особых группах. Мы говорим о лепидснижающей терапии в этой популяции. Давайте попробуем коснуться того, а кто тот пациент, которому мы будем выполнять лепидснижающую терапию. Понятно, что у него ХБП. Но в 95% случаев это пациент с избыточным весом. Я сейчас подведу к тому, почему это так важно. Это пациент, имеющий инсулинорезистентность, имеющий часто диабет и диабетическую нефропатию. Пациент, имеющий, собственно, дислепидемию, которая развилась или до. Или на фоне хронической болезни почек, пациент с избыточным весом и часто курящий пациент. Да, многие возразят мне и скажут, что этиология ХБП может быть различной. Это может быть и га-нифропатия, это может быть и избыточное потребление нестероидных противовоспалительных средств. Но основная масса пациентов, типично, это ХБП, залинкованная, сочетающаяся с патологией сердечно-сосудистой системы. Соответственно, мы и должны рассматривать эти патологии в комбинации. ХБП практически всегда равно воспалении атеросклероз. Атеросклероз понятно. При чем тут воспаление? Я попробую доказать тот тезис, который я только что выдвинул. Итак, смотрите, воспаление и дисфункция почки это абсолютно четко и сегодня уже понятно связанные события. Мы понимаем, что чем выше стадия хронической болезни почек, тем выше справа, прошу прощения, что на английском, выше уровня интерлекина 6. Интрлекин 6 не берется из ниоткуда. Это результат активности активации инфломасомы НЛРП-3. Что активирует инфломасомы НЛРП-3? Ее активирует гипоксия, оксидативный стресс, ее активирует инфекции, ее активирует макрофаг у пациентов с избыточной жировой тканью. Вот мы и получаем, что большая масса тела увеличивает вероятность развития ХБП, параллельно усиливая вероятность воспаления. И это воспаление усугубляет течение хронической болезни почек. Ну, многие скажут, усугубляет и бог бы с ним. Что нам это дает? Нам дает это четкое понимание, что чем выше уровень интерлекина 6, тем, во-первых, быстрее прогрессия ХБП, а во-вторых, параллельно растет риск сердечно-сосудистой и общей смертности. То есть получается, что вырвать ХБП из вот этой дуальности воспаления атеросклероз мы не можем, потому что ХБП не только за счет повышения давления и прочих факторов, но за счет того, что оно само будет быстрее развиваться на фоне избыточного воспаления, ухудшая течение двух остальных моментов. Поэтому это получается тройная комбинация проблемы. И поэтому на первом слайде я изобразил именно красный треугольник ХБП, воспаление атеросклероз. И вот то самое, я покажу лишь один слайд. Эта тема воспаления крайне актуальна сегодня, но я покажу лишь один слайд. Я только что говорил про шестой интерлекин. Вот слева вы видите две, это Мюрин Молдил, это мышиная модель. Слева вы видите две артерии, у которых красные зоны. Каждая красная зона – это зона нестабильной атеросклеротической бляшки. Почему? Потому что активен и высокие концентрации шестого интерлекина. А справа те же самые артерии стали серого цвета. Почему? Потому что заблокирован рецептор шестому интерлекину. Нет воспаления – нет атеросклероза. А при ХБП воспаление крайне выражено. Да, мы знаем стандартные практики подходы ведения больного с хронической болезнью почек. Это отказ от курения, контроль гликемии, контроль цифр давления с использованием блокаторов РАС, контроль липидов обязательно. Естественно, использование и других препаратов, об этом говорилось вчера, обладающих дополнительным нефропротективным эффектом. Но мы четко понимаем сегодня, что для нас ХБП подразумевает применение ингибиторов или сортанов, подразумевает СЖУ-Т2 ингибиторы, подразумевает феноренон, согласно последним рекомендациям. Но самый главный пункт, на который я акцентирую сегодня внимание – это обязательный контроль липидов. Потому что большинство больных с хронической болезнью почек умрут от сердечно-сосудистых событий. И вот на этом слайде есть одна специально допущенная и важная ошибка. Вот в зеленом поле, которое вы видите, вот в этом зеленом шестиугольнике, следует написать не контроль липидов, а назначение статинов. Давайте разберемся, почему. Посмотрим на хроническую болезнь почки и гиполепидемическую терапию с позиции воспаления, и не только. Прежде чем дойти до статинов, я коснусь применения фибратов. О них говорилось в предыдущих докладах. Очевидно, что фибраты используются при некоторых случаях гиперхолестериномии семейных. Но для нас здесь фибраты представляют особый интерес. Дело в том, что фибраты дают неплохой результат по снижению альбуминурии у больных с хронической болезнью почек. Действительно, достоверно альбуминурия снижается. Даже немножко снижается уровень циреактивного белка, но есть подвох. Дело в том, что при низких стадиях ХБП назначение фибратов будет вести к росту уровня креатинина, и, соответственно, к более выраженному снижению скорости колбочковой фильтрации. Поэтому у всех больных с исходным СКФ меньше, чем 60, следует очень тщательно контролировать креатинин, иногда и цистатин С, и контролировать скорость колбочковой фильтрации при назначении фибратов. Но, наконец, дойдем до статинов. Эзотимиб, антитилакписи, эскинаин, малоинтерферирующие РНК оставим пока в стороне. Для нас ключевые статины, потому что я начал эту лекцию с позиции того, что ХБП, атеросклероз, гипоэпидемическая терапия и воспаление – это связанные события. Когда мы говорим о таких простых моментах, как диабетическая нафропатия, то здесь сомнений нет. Это вошло во все рекомендации сегодня. Мы четко понимаем, что на первом месте, согласно последним рекомендациям этого года, стоит терапия с татином с классом доказанности 1, наивысшей. Это ни у кого не вызывает сомнений. А если мы посмотрим на ХБП без диабета? Вот здесь чуть интересней. Мы хорошо знаем, что эти больные умрут от сердечно-сосудистой патологии, поэтому терапия с татинами, согласно позиции ACC, согласно позиции Кейдиго, согласно Делфи-консенсусу, согласно всем советам экспертов, должна начинаться больным, имеющим хроническую болезнь почки. Если СКФ выше 60, больной не на диализе, начинается всем. Если СКФ ниже 60, то уже часто комбинированная терапия, нам надо опустить ЛПНП очень низко. Второй момент. Если это более молодой пациент, если у него есть сердечно-сосудистая анамнез, статин назначается. Это, кстати, вернет нас к следующему вопросу, призащищает ли статин на прямую почку. Фибраты при этом при СКФ с осторожностью ниже 60, при СКФ ниже 30 запрещены. И монотерапия с этим ИБом также не рекомендована. Я обращу внимание, что в последнем Долфи-консенсусе принято решение вести такого больного мультидисциплинарной командой, то есть больного с КБП, куда обязательно входит кардиолог. Выбирая статин при хронической болезни почек, мы очевидно отдадим предпочтение. Чем ниже СКФ, тем больше мы будем отдавать предпочтение аторвостатину. При скоростях клубочковой фильтрации около 30 и ниже это только аторвостатин. Розвостатин при СКФ больше 60, вторая стадия ХБП, начало стадии 3А, да, без сомнения, тоже может быть использован. Но чем ниже СКФ, тем больше нам нужно думать о защите пациента, поэтому выбор в пользу аторвостатина. Могут ли статины напрямую защищать почку? Это очень сложный вопрос. Все говорят, да, посмотрите, в большие исследования смертность снижается. Она снижается не потому, что статин почку защитил, а потому что снижается сердечно-сосудистая смертность и общая смертность некоторых случаев. Мы знаем, что статины могут уступать в качестве профилактики лекарственно индуцированного повреждения почки, могут осуществлять профилактику контраст индуцированной нефропатии при коронарном вмешательстве, могут осуществлять даже при аминоглигазид индуцированном повреждении почки. И все эти эффекты совершенно очевидно связаны с подавлением воспаления, поэтому статин это в первую очередь не только снижение УПНП, мы привыкли к этой модели, но это и противовоспалительная защита почки. Я даже не стал здесь комментировать и выделил жирным. Статины подавляют холестерининдуцированное воспаление и улучшают экспрессию аквапарина-2 за счет ингибирования инфломасомы НЛРП-3 и ее активации в почке. Вот мы и приходим к ключевому моменту. С НЛРП-3 инфломасома, это в нашем случае, когда мы говорим об атеросклерозе, а есть еще первая, девятая, двенадцатая инфломасома, неважно. Третья инфломасома ответственна за воспаление во всей кардиологии. Она активируется в норме у здорового человека инфекциями, но у больного человека это может быть ее избыточная экспрессия и активация в жировой ткани, например. И это может быть активация за счет тех же молекул ПНП гипоксии оксидативного стресса. Поэтому чем активнее мы подавляем экспрессию НЛРП-3, тем лучше для нас и в данном случае для защиты почки. Статин обладает мощным противовоспалительным эффектом, они способны подавлять экспрессию. Да, этот эффект убывает через год и еще сильнее убывает через три года, но это выраженный эффект. И пока мы не дошли до активного применения противовоспалительных препаратов в кардиологии, статин для нас основной выбор и в случае почки он даст дополнительные преимущества в защите почки. Вот это, наверное, самый главный и завершающий слайд моего сегодняшнего выступления. Я хочу сказать, что подавление ЛПНП это очень важно, это модель, к которой мы привыкли и то, о чем мы ожидаем услышать, когда речь идет об атеросклерозе. Но мы должны принять для себя, что в новой модели мира подавление воспаления, вот слева вы видите три красных ромбика, это исследование Кантес, это исследование Калкот и Ладока, это исследование с Канакинумабом, это исследование с Калхицином. В них подавляли воспаление. И мы видим, что эффект от подавления воспаления эквивалентен мощному гиполепидемическому эффекту. Поэтому, чем активней и чем более высокую дозу статина мы будем выбирать, тем мы сильнее снизим не только уровни ЛПНП, но мы и снизим и выраженность воспаления в самой тублоинтерстициальной ткани почки. Таким образом, обеспечим дополнительный нефропротективный эффект. Я надеюсь, что цель моего доклада была показать, что гиполепидемическая терапия при ХБП обязательно. И мы преследуем сегодня, в 2023 году, уже две цели. Мы снижаем ЛПНП и снижаем воспаление. Я надеюсь, что мне удалось донести это в своем коротком сообщении. Я благодарю вас за внимание. Да, Александр Григорьевич, спасибо большое за такой яркий доклад и важные акценты. Несколько вопросов. У больного острое повреждение почек и терапия с татинами в этот период? Мы, смотря здесь очень важный вопрос, какая стадия острого повреждения почки. Если мы говорим о первых двух неделях, и это первая стадия по Акин или по Кейдиго, неважно, то да, мы можем совершенно спокойно продолжать терапию. Почему я говорю о двух неделях? Потому что скорость клубочковой фильтрации не всегда сразу падает при остром почечном повреждении. Мы не знаем, до какой степени она упадет. Но если это больной, требующий заместительной почечной терапии, мы, вероятно, откажемся на какое-то время от терапии с татинами. Потому что при пятой стадии, при терминальных стадиях, статин важен, но не так хорошо исследован при острых почечных повреждениях. Дальше мы возобновляем, когда две недели заканчивается, начинается период ОБП, острая болезнь почки, и она длится до 90-го дня от момента развития ОПП. В этом периоде мы можем инициировать терапию, если это тяжелейшее повреждение почки, это только аторвостатин, либо мы будем искать альтернативы в виде применения таких препаратов, как малоинтерферирующие РНК, если это доступно. Хорошо, спасибо большое. И вопрос их несколько, но они все касаются триглицеридов. Коррекция уровня триглицеридов при выраженной ХБП. Ну, я, как я уже упомянул, терапия фибратами должна выполняться с осторожностью при СКФ ниже 60, не выполняться при СКФ ниже 30. Вторая доступная нам опция – это использование омега-3 жирных кислот в дозах от 2 до 4 грамм. Это вторая доступная опция. Ну и, собственно, терапия с татинами, которая также дает небольшое снижение триглицеридов. Помимо этого, если это гипертриглицеридемия выраженная, значение больше 5-6, терапия фибратами невозможна, омега-3 не помогает, диета не соблюдается, мы обсуждаем возможности плазмофереза. Других реальных опций у нас нет. Некоторые пациенты, я знаю такой живой пример доктора нашего коллеги с триглицеридами 30, у которого произошло эффективное снижение, когда он стал фактически соблюдать строжайшую диету. Он питается в интервале 4 часа в сутки. 20 часов он не ест ничего, кроме воды. И у него произошло очень мощное снижение триглицеридов, хотя прежде и на фибратах, и омега-3 снижения особо не было. Теперь достигнуто. Ну, это уникальный случай. Хорошо, спасибо вам большое. Мы идем по программе дальше. Гиполепидемическая терапия у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Пожалуйста, профессор Григорьев. Наталья Юрьевна. Спасибо большое, Григорий Павлович. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Говоря о хронической обструктивной болезни легких, наверное, каждый из нас прежде всего представляет коморбидного пациента. И действительно, хроническая обструктивная болезнь легких – это, пожалуй, самый классический пример коморбидности. И мы с вами прекрасно понимаем, что воспаление, которое изначально начинается в бронхолебочной системе, очень быстро приобретает системный характер, и в процесс вовлекаются все органы и системы организма. И, конечно, прежде всего вовлекается сердечно-сосудистая система. И по данным крупного регистра NENDS, у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких достоверно чаще, чем у пациентов без ХОБЛ, встречается и артериальная гипертензия, и ишемическая болезнь сердца, и хроническая сердечная недостаточность. И у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких достоверно выше уровень холестерина. Понятно, что гиперлипидемия как таковая – это не то состояние, которое напрямую будет связано с риском смерти. Вот на этой пузырьковой диаграмме представлены все сопутствующие заболевания, которые могут развиваться у пациента с хронической обструктивной болезнью легких, и то, что находится в центре круга, обведенного пунктирной линией, это заболевания, прежде всего, ассоциированные с риском смерти. И вы видите, что гиперлипидемия находится достаточно далеко. И мы понимаем, что да, дизлипидемия не может привести к рискам, но может увеличить эти сердечно-сосудистые риски и напрямую привести к развитию тех состояний, от которых пациент с хронической обструктивной болезнью легких погибает. И мы знаем, что по статистике очень часто пациент и хобл умирает не только и не столько от самой хобл, сколько от сердечно-сосудистых осложнений. В настоящее время ведутся исследования, которые позволят несколько по-иному взглянуть на коморбидного пациента хобл и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Изучаются различные генетические полиморфизмы, идет поиск новых генетических полиморфизмов, которые бы смогли ответить на вопрос, а как правильно вести пациента хобл и самыми разными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возможно, есть какие-то новые пути медикаментозной коррекции, снижения сердечно-сосудистых рисков у пациента хобл и появление новых лекарственных препаратов в данной ситуации, которые бы воздействовали и на системное воспаление, которое развивается у пациента хобл, и в то же время влияли на сердечно-сосудистые заболевания, видится достаточно перспективно. И говоря о таких лекарственных препаратах, наверное, первое, что нам приходит в голову, это использование статинов. И действительно, мы прекрасно понимаем, что гиполепидемический эффект статинов – это не единственный эффект. Мы знаем плеотропные эффекты, влияние на цитокины у статинов, и таким образом снижение системного воспаления может быть обоснованно и патогенетически снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациента хронической обструктивной болезнью лёгких. И действительно, крупные метаанализы говорят нам о том, что использование статинов у пациента хобл и сердечно-сосудистыми заболеваниями не только снижает показатели общей и сердечно-сосудистой смертности, но и положительно влияет на течение самой хронической обструктивной болезни лёгких, снижая риск обострений у пациентов хронической обструктивной болезни лёгких, снижая риск госпитализации по причине хронической обструктивной болезни лёгких. Если говорить о влиянии статинов на количество обострений у пациентов хобл, а мы понимаем, что обострение – это та важная составляющая, которая напрямую связана с прогнозом жизни у пациентов хронической обструктивной болезни рейки. Чем более выраженнее и чаще обострение у пациентов хобл, тем хуже прогноз, тем больше вероятность развития летальных исходов. Но посмотрите, какая интересная получается ситуация. Если мы говорим о влиянии статинов на количество обострений у пациентов хобл и сердечно-сосудистыми заболеваниями, то да, действительно мы видим снижение сердечно-сосудистых рисков, снижение количества обострений. Но если мы будем говорить о влиянии статинов на количество обострений у пациента хобл, у которого еще нет сердечно-сосудистых заболеваний, то здесь такого влияния не выявлено. Конечно, говоря о использовании статинов у пациента хобл и сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы нередко задаем себе вопрос, о какому гиполепидемическому препарату отдать предпочтение, какому из статинов отдать предпочтение. Ответа на этот вопрос пока нет, но тем не менее крупные метаанализы говорят нам о том, что да, при использовании статинов у пациентов ХОБЛ происходит снижение риска смертности от всех причин, снижение смертностью от самой хронической обструктивной болезни легких и от сердечно-сосудистых заболеваний. Практически все исследования, которые были проведены в последние годы, показывают снижение цирреактивного белка при использовании различных статинов. И еще один очень важный момент – это такой мостик использования статинов. Возможно, когда-то у нас появится новое показание для использования статинов, а именно хроническая обструктивная болезнь легких. Понятно, что пока такого показания нет. И вот здесь вы видите влияние статинов на легочную гипертензию. И это тоже крайне важно и крайне перспективно. Очень интересное исследование было проведено об использовании статинов у пациентов ХОБЛ старше 80 лет, перенесших обострение ХОБЛ, требующие госпитализации. Понятно, что пациенты ХОБЛ старших возрастных групп – это пациенты достаточно тяжелые. Это пациенты, у которых высока вероятность летального исхода, по сути дела, при любом обострении. То есть любое обострение ХОБЛ может привести к летальному исходу. И смертность при трехлетнем наблюдении в данном исследовании действительно очень высокая – 51%. То есть каждый второй пациент погибал. Но если мы сравним пациентам, которым были назначены статины, то показатели смертности в данной группе ниже. Еще одно исследование, исследование последних лет, которое в очередной раз заставляет нас задуматься и, может быть, попытаться предпринять какие-то исследования о влиянии статинов на самые различные показатели у пациента хронической обструктивной болезни легких без сердечно-сосудистых заболеваний. Это исследование разочарования, которое показывает, что прием статинов не влияет на время до обострения ХОБЛ, не влияет на показатели смертности у пациентов ХОБЛ без сердечно-сосудистых заболеваний. Если говорить о других гиполепидемических препаратах, в частности, вот это небольшое тайваньское исследование, всего 134 тысячи пациентов, но тем не менее, оно показывает влияние статинов и влияние фибратов на риски обострения хронической обструктивной болезни легких. То есть, по сути дела, на течение хронической обструктивной болезни легких. И вы видите, что у пациентов ХОБЛ без сердечно-сосудистых заболеваний такого влияния статинов выявлено не было. Таким образом, в настоящее время мы понимаем, что статины ингибируют ключевые воспалительные эромодулирующие эффекты у пациентов хронической обструктивной болезни легких. А именно, процессы фиброзирования влияют на цитокин и метрофильную инфильтрацию. И мы четко можем говорить о том, что доказано ряд важных клинических эффектов. Это влияние и на сердечно-сосудистые заболевания, но и влияние на саму хроническую обструктивную болезнь легких. Замедление скорости снижения показателя ОФВ1. И, кстати, чем ниже показатели ОФВ1 у пациентов, тем большее влияние статинов на этот показатель. Достоверное снижение цереактивного белка, снижение показателей общей смертности, смертности от хронической обструктивной болезни легких. Да, у нас есть доказательства того, что использование статинов и достижение целевых значений холестерина или претидов низкой плотности у данной категории пациентов снижает количество обострений, уменьшает в случае госпитализации по причине хронической обструктивной болезни легких и повышает переносимость к физической нагрузке у пациентов в КОБЛ по данным теста 6-минутной ходьбой. Но, уважаемые коллеги, в настоящее время у нас есть доказательная база, и она немалая, только если речь идет о пациентах хобл и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Да, мы понимаем, что как только пациент хронической обструктивной болезнью легких переступает этап средней степени тяжести, то есть как только он становится пациент тяжелый хобл, это всегда коморбидность, это всегда наличие сердечно-сосудистых заболеваний, и это всегда использование статинов и снижение рисков сердечно-сосудистой смертности и смертности от хронической обструктивной болезни легких. Но у нас есть пациенты хронической обструктивной болезни легких, у которых пока нет сердечно-сосудистых заболеваний, и у нас пока нет доказательств того, что у этой категории пациентов мы должны назначать статины, чтобы предотвратить развитие, прогрессирование и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Но мне видится, что в будущем появятся такие исследования, и, возможно, даже у статинов появится новое показание, а именно дизлепидемия у пациентов хронической обструктивной болезнью легких. Благодарю за внимание. Наталья Юрьевна, большое спасибо. Если мы вас все правильно поняли, то проблема всё-таки решается так. Каков сердечно-сосудистый риск по этой цифре, по этой величине, и определяйся с тактикой назначения статинов. Правильно ли я акцент? Да, совершенно верно, Григорий Павлович, да. Хорошо, спасибо большое. Ну, то есть, наверное, всё-таки плеотропный эффект статинов у этих больных, он доминирует, если нет сердечно-сосудистого заболевания. Да, будем надеяться, что противовоспалительный эффект статинов, наверное, да. После того, когда мы узнали несколько месяцев тому назад, что воспаление является одним из ключевых звеньев в развитии артериальной гипертонии, то теперь, да, уже борьба с воспалением становится всеобщей доминантой. Хорошо, спасибо вам большое. Мы идём по повестке дня дальше. Игорь Иосифович, пожалуйста, у вас одна из труднейших тем. Мышечный синдром. Всё то, что просто пугает любого терапевта. Пожалуйста. Большое спасибо, уважаемый Григорий Павлович, уважаемые коллеги. Тема моего выступления на экране. Конфликт интересов отсутствует. И действительно, надо понимать, что разные симптомы со стороны мышечной системы, они имеют разное значение. В настоящее время различают миологию. То есть это просто боли в мышцах. 5-25% по данным наблюдательных исследований. То есть это необъяснимый мышечный дискомфорт. Иногда напоминает гриппоподобное состояние. Миопатия. Это 1 на 1000. Когда имеется мышечная слабость. Тоже обычно не связанная чаще с подъёмом креатинфосфокиназы. Или это развитие уже миозита. Когда имеется воспаление мышц. И часто это сопровождается повышением креатинфосфокиназы. Хотя более достоверно считаются данные, полученные с помощью магнитной резонансной томографии. Ну и, наконец, мионекроз. Когда выраженное повышение мышечных ферментов. Это лёгкое. Больше трёх верхних границ. От уровня это нормы. Умеренное. Больше десяти. И тяжелое. Больше пятидесяти. Верхних границ нормы креатинфосфокиназы. От уровня. Ну и чрезвычайно тяжелое. Которое лучше. Нам его никогда не видите. Мы, слава Богу, его никогда не видели. Это рабдомиолис. Который развивается 1 на 10 тысяч. Это мионекроз уже с миоглобинурией или острым почечным повреждением. И, конечно, очень трудно оценить бывает степень поврожения мышц. Поэтому вот в 23-м году была предложена шкала. Какие мышцы участвуют. Насколько это важно. И так далее. И вот вы видите, что симметричная боль сгибателя бедра, симметричная боль в викрах, симметричная боль в проксимальных отделах рук имеет достаточно высокие баллы. Ну и время возникновения от начала приёма статина. Если это менее 4 недель, то это 3 балла. А если 4-12 недель, то уже снижен балл. А если через 3 месяца это возникло, то балл совсем небольшой. А дальше, учитывая отмены. Улучшение после отмены в течение 2-х недель более высокий балл. Улучшение после отмены в течение 2-4 недель это более низкий. И если нет улучшения вообще после отмены, то это уже говорит о том, что это не связано с приёмом статина. Следует искать другие причины. И наоборот эффект после возобновления. Если это быстро разобновляется, в течение 1 месяца это более высокий балл. Симптомы возобновляются через месяц-3, это уже низкий. И если они возобновляются через 3 месяца, через 12 недель, то вообще это тоже уже не следует связывать со статинами. Ну и вы видите, что в зависимости от набранных баллов, если больше 9 баллов, это вероятно. 6-9 возможно, и меньше 6 это уже маловероятно. Ну и, конечно, мы уже сейчас немного об этом сказали. Но ещё раз надо сказать, что следует учитывать целый ряд факторов. Чаще действительно это у людей пожилых, очень пожилых. Чаще это у женщин при низком массе тела. И вот большое значение имеет чрезмерная физическая активность. Особенно, когда речь идёт о повышении креатинфосфокиназа. Люди, которые увлекаются, скажем, спортом и так далее, у них часто в течение 2 недель. Вообще надо сказать, повышается креатинфосфокиназа. Вообще надо сказать, что если нет симптоматики, так же, как в отношении трансаминаза при приёме статинов, то и нет оснований для мониторинга и наблюдения и так далее. И этот мониторинг, он важен только если уже появляются симптомы. И действительно здесь, как Григорий Павлович сказал, правильно, что мы должны решить довольно непростую задачу. Действительно ли это связано с приёмом статинным? Или здесь какие-то другие факторы. И вы видите, это и чрезмерная физическая активность, и злоупотребление алкоголя, и острая инфекция, и нарушение функций почек и печени и так далее. И очень важен такой фактор, как гипотиреоз. При гипотиреозе действительно и боли в мышцах нередко возникают, и наблюдается выраженная дислепидемия. Поэтому наш собственный опыт говорит о том, что всё-таки в этом случае надо вначале добиться компенсации гипотиреоза. То есть добиться эутиреоза, это обычно занимает несколько недель. И действительно, во-первых, компенсация гипотиреоза уже изменяет существенно липидный профиль. А с другой стороны, уже мы имеем другие показания для назначения. Безусловно, мы знаем, что, к сожалению, гипотиреоз у нас долго не диагностируется. Поэтому действительно дислепидемия приводит к появлению атеросерапических бляшек и так далее. Но назначение, безусловно, очень показано таким пациентам. Но уже лучше в состоянии эутиреоза. Ну и, конечно, миотоксическое действие других препаратов, которые тоже могут влиять на этом фоне. И вот повторная оценка очень важна. Потому что попросить пациента вот две недели не заниматься столь интенсивной физической нагрузкой и так далее. И через две недели снова оперировать. И очень часто мы видим нормализацию уровня креатинфосфокиназы, когда мы ограничиваем вот такие вещи, как физическая алкоголь, как прием алкоголя и так далее. Я сейчас приключу, потому что здесь плохо видно. Но я просто хочу отметить, что в 2019 году европейские эксперты разработали алгоритм. И вот вы видите. Причем очень важно еще раз подчеркнуть, что этот алгоритм на фоне возникновения мышечного синдрома. Это опять же говорит о том, что если нет мышечного синдрома, то у нас нет никакой необходимости вот там через месяц, три, как мы раньше это делали, контролировать КФК. Это вообще не требует контроля. А вот если, конечно, уже возник мышечный синдром и есть симптомы, и КФК меньше четырех верхних границ нормы, то здесь рекомендуется, как вы видите, отмена статина 2-4 недели. И если симптомы сохраняются, повторное назначение статинов. Но, как мы дальше скажем, и сейчас можем сказать, лучше сменить статин. То есть, например, саторговый статин на розовый статин, на питовый статин. Если симптомы улучшаются, назначение, вот как мы уже сказали, другого статина. А если вознабляется, даже назначение третьего статина в низкой дозе или альтернирующей режима, о чем мы еще скажем, то есть с перерывами. А если КФК на фоне мышечного синдрома больше четырех верхних границ, отмена на шесть недель до нормализации. И затем возобновление, но лучше всего другим статинам и в меньшей дозе. Потому что цель все равно остается достижение холестерина для продуктов низкой плотности на фоне максимально переносимых доз. Но здесь, конечно, это может быть снижение дозы статина, а добавление зетимиба. У нас сейчас много комбинированных препаратов. Ну или, безусловно, это могут быть и КМАБы, и это может быть инфлясеран, если есть возможность, и так далее. Ну вот, например, исследование в ТОПе. Интересно очень люди весьма пожилого возраста, 80 лет. И у них не применяли статина, а применялся только один из этих нит. И длительность соблюдения достаточно большая в течение пяти лет, и первичные, и вторичные точки хорошо нам известны. И даже на фоне зетимиба мы видим у таких пожилых людей первичную конечную точку, снижение риска на 34% и снижение риска сердечно-сосудистых событий на 40% и снижение риска ревоскулиризации. То есть у нас имеется, безусловно, альтернатива. И, безусловно, очень важны наши российские клинические рекомендации нарушения липидного обмена, которые были одобрены научно-практическим советом Министерства захоронения в 2023 году, и которым мы, естественно, должны следовать в нашей практической деятельности. В общем-то, они очень близки к тем рекомендациям, которые дает европейское общество. Ну, немножко здесь применяется другая терминология. Если там верхняя граница нормы, то здесь четыре нормы. Но чаще мы, конечно, говорим о верхней границе. И тоже говорится, что при отсутствии симптомов, первым, кстати, надо продолжать, и нет необходимости мониторирования. А если есть симптомы, обратиться к врачу и определить уровень кератин-фосфокиназа и регулярный мониторинг. И то же самое при сохранении симптомов отмена. Оценить симптомы через 6 недель после отмены. А после исчезновения симптомов нормализации возобновить прием статин в меньшей дозе. Возможно, с режимом альтернирующим, о чем мы скажем. И смена статина. И, как мы уже сказали, возможно, комбинированная терапия, снижение статина, добавление зитимиба или какой-то из инъекциона. Если больше четырех границ, оценить показания для назначения. Ну, больше десяти – это, безусловно, отмена. Но, опять же, при наличии мышечных симптомов, контроль функций почек, о чем сейчас уже говорилось, мониторинг АФК каждые две недели. Ну, если симптомы отсутствуют, даже если это меньше десяти границ норм продолжить, и мониторинг АФК через 2-6 недель. Если все-таки присутствует, опять отмена, мониторирование. После нормализации – РЕСТАР, но в меньшей дозе. И, как мы сказали, лучше сменить другой статин. Исключение, безусловно, других причин повышения кратитового сконоза, о котором мы уже говорили, и вы видите, что здесь на первом месте опять физические нагрузки. Ну, и если КФК все-таки остается, то это подтверждение миопатии. В каких-то случаях, безусловно, мы вынуждены отказаться и перейти на азитимиб или инъекционную терапию. Ну, и, наконец, вот это тоже слайд 2023 года, который говорит, что при наличии САМС, то есть статина ассоциированных мышечных симптомов, является дозозависимым. Вот, и поэтому снижение дозы, смена статина, о чем мы уже говорили, и это обусловлено различными путями метаболизма, интермитирующий режим приема. Ну, это тяжелые случаи, когда не могут переносить даже самую низкую дозу, поэтому использовать 2-3 раза в неделю, ну, или, например, если пациент получал розовый статин, перейти на аторвый статин в меньшей дозе, предположим, 3 раза в неделю. Ну, и такой прием, как перерывы, отмывка, это, конечно, тоже мы применяем редко такие вещи, в особо тяжелых случаях для облегчения отказа от приема на срок от нескольких дней до нескольких дней. И возобновление лечения, но уже, опять же, в меньшей дозе, и лучше всего другой статин, ну, и делать перерыв, особенно если большие физические нагрузки, ну, например, здесь даже сказано, что 1-2 недели в преддверии напряженных физических нагрузок, ну, например, участия в марафоне. Ну, безусловно, у нас есть такие пациенты, но это редко все же, чаще всего это касается молодых. Таким образом, вы видите, уважаемые коллеги, что все три рекомендации американские, вот это сейчас 23-й год, американская ассоциация, эксперты, европейская и наша, российская, они хорошо гармонизированы и, в общем-то, постулируют в основном один и тот же алгоритм при данной ситуации. Спасибо. Игорь Иосифович, большое спасибо. Ну, безусловно, мы об этом тоже вкратце сказали, если есть такая возможность, то это безусловно, хотя в исследованиях пока нет доказательств такой, но это безусловно, это 2Б пока, что такая комбинация исследований тоже безусловно будет оправдана, особенно с малоинтерферирующей РНК. Хорошо, спасибо большое. И вопрос звучит так. Существует ли серая зона? Скорее всего, да, пишет доктор. И что нам делать в этой ситуации, если интервал от 4 до 10? Ну, во-первых, еще раз хочу сказать, что мониторирование безмышечных симптомов нецелесообразно. А если мышечные симптомы есть, то, конечно, то, о чем мы и говорили, это снижение дозы, это смена статины. Видите, даже третий статин. У нас сейчас все-таки уже три статины есть реально. И, конечно, комбинация, где идет снижение дозы статины и добавление азитинита. И завершающий вопрос к вам, он прозвучал таким образом. Вы на одном из первых слайдов показали сразу 4 понятия, включая миозит, миалгию, миопатию и так далее. Что такое конкретно мышечный синдром? Ну, в принципе, это классификация мышечных синдромов. То есть миалгия – это только боли в мышцах без другой симптоматики, без повышения КФК и так далее. Миозит – это уже все-таки с повышением. Ну, а рапдомиолиз – это, понятно, не дай бога. Значит, доктору надо ориентироваться на какое понятие? На боль плюс повышение? Ну, в общем-то, миалгия тоже. Там нет повышения, но это доставляет пациенту неудобства. Поэтому мы здесь мониторируем КФК. Это меньше, но это вот чаще всего – это либо, опять же, физическая нагрузка или алкоголь. Чаще всего это как раз проходит без просто переграничения этих понятий. Хорошо, спасибо большое, Игорь Иосифович. Мы идём по повестке дня дальше. Марина Михайловна, я прямо не завидую вам. Такая тяжёлая тема. Она волнует всех. Когнитивные функции, гиполепидемическая терапия, когнитивные функции. Все боятся этого. Расскажите, пожалуйста, Марина Михайловна. Спасибо. Григорий Павлович, мою презентацию видно? Нет. Не видно? Так. На всякий случай, Анна Ивановна, готовьтесь. Потому что если будут проблемы, то мы перейдём, чтобы не затягивать. Нет, всё нормально. Хорошо. Анна Ивановна, расслабьтесь. Всё. Глубоко, уважаемые коллеги. Ну, ваша презентация... Действительно, тема... Что? Вот. Вот, сейчас всё появилось, да. Замечательно. Уважаемые коллеги, действительно, сегодня очень много развеяно мифов. И я попытаюсь развеять один из мифов о том, что статины ухудшают когнитивные функции. Потому что, безусловно, не навреди. Это важный принцип медицины, и безопасность лечения часто важнее эффективности. Но давайте посмотрим. Реалии сегодняшнего дня говорят о том, что уже сегодня официально 2 миллиона жителей Российской Федерации имеют диагноз деменции. Но беда-то заключается в том, что нижняя часть айсберга, спрятанная в воде, имеет совершенно более высокие цифры. Это 4-5 миллионов пациентов, имеющих уже когнитивное расстройство. Важность проблемы ещё и заключается в том, что ожидается увеличение числа пациентов с когнитивными расстройствами, потому что идёт общее постарение населения, высокий уровень различных факторов риска, высокий уровень экономических затрат и, конечно, существенность социальных аспектов данной проблемы. И, казалось бы, ничего страшного, что немножко что-то забыл, небольшие когнитивные расстройства. Но уже через год без лечения 10-15% пациентов становятся дементными, а через 4 года данная проблема беспокоит уже 55-70% населения. Помимо этого, наличие деменции в 2,5 раза увеличивает смертность по сравнению с лицами без деменции. И действительно, публикации последних лет, а где-то с 2010-2012 года начались такие активные публикации по влиянию статинов на ухудшение функций, когнитивных функций. И вот одна из как раз первых публикаций, где сделаны выводы о том, что случаи ухудшения когнитивной функции у больных, принимающих статины, крайне редки. Прекращение приема статинов сопровождается восстановлением когнитивных функций. Переход с липофильного на гидрофильный статин может восстановить когнитивные функции. Сосудистые и когнитивные преимущества применения статинов намного перевешивают риск ухудшения когнитивной функции, связанного со статином. С другой стороны, ретроспективный анализ данных почти о 58 тысячах пациентов старше 65 лет показывает, что применение даже высоких доз статинов снижает риск развития деменции на 59%. Бета-анализ более 23 тысяч больных показывает, что исходно пациенты, включенные в исследование, не имели когнитивных нарушений. Пациенты принимали статины не менее чем один год. При этом среднее время наблюдения составило 6 с небольшим лет. И оказалось, что прием статинов поблиял благоприятно, снизив риск развития деменции на 29%. Анализ 20 рандомизированных клинических исследований под руководством Вильяма Вонга показал, что статины могут обеспечить небольшое преимущество предотвращению болезней Альцгеймера и всех видов деменции. Но с другой стороны, есть и такие данные о влиянии статинов именно на улучшение когнитивных функций. И для этого можно привести результаты наблюдательных исследований в общей популяции. Это и систематизированный обзор, и мета-анализ. И действительно, в данных исследованиях показано, что прием статинов ассоциирован с меньшим риском развития как деменции, так и когнитивных нарушений. В частности, болезнь Альцгеймера реже развивалась на 39%, деменция без болезни Альцгеймера на 27%. Положительный эффект статинов был доказан и в отношении болезни Паркинсона, где меньший риск развития деменции и когнитивных нарушений отмечался на 16% лучше. И далее стали появляться новые и новые данные о влиянии статинов на когнитивные функции. И результаты мета-анализа показывают, что все-таки долгосрочный прием статинов является благоприятным с точки зрения влияния на развитие деменции. То есть в рекомендациях уже европейских 2016 года подчеркивается, что деменция и любое психическое дезориентирование не является противопоказанием для назначения статинов. То есть уже имеющееся тяжелое поражение, неврологическое заболевание, психическое заболевание, по сути психиатрическое, это деменция, не является противопоказанием для назначения данного класса препаратов. Ну и далее начинают появляться публикации, сравнительные публикации по влиянию в целом липидснижающей терапии на когнитивные нарушения. В частности, здесь представлен анализ, публикация по людям, которые принимали и не принимали липидснижающую терапию. Начало терапии статинами в сравнении с не применяющими статины повышало риск острого когнитивного ухудшения в первые 30 дней. И посмотрите, достаточно большое в 4,4 раза, а любой липидснижающий препаратов, не включающих статины, в 3,6. Но тем не менее, значимых отличий между больными, начавшими принимать статины, и другими липидснижающими средствами получено не было. То есть подчеркивается, что ухудшение, вплоть до острого когнитивного ухудшения, отмечается лишь только в первые 30 дней приема препаратов. Ну и достаточно свежие публикации 2022 года. Это европейский журнал превентивной кардиологии, профилактической кардиологии, где демонстрируется систематический обзор, метаанализ наблюдательных исследований, где подчеркнуто, что не различался эффект для мужчин и женщин в применении липофильных и гидрофильных препаратов, и только сильно действующие статины показали большую эффективность по сравнению со слабодействующими статинами. То есть была действительно подтверждена необходимость назначения статинов в рамках вторичной профилактики всем пожилым пациентам и в рамках первичной профилактики пациентам до 75-летнего возраста с высоким и очень высоким риском. И, конечно, уровень рекомендаций по первичной профилактике статинами у разных групп пациентов все-таки разный. Если мы говорим, что это пациенты 40-75 лет, имеющие один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и 10-летний риск 10% и более, то от назначения статинов имеется умеренная польза именно от первичной профилактики у этой категории пациентов. Но если у пациентов имеется 10-летний риск 7,5-9,9%, то уже отмечается низкая польза. Именно речь идет не о вторичной, а только о первичной профилактике класса доказательности С. Ну и, наконец, говоря о людях старшего возраста, это 76 лет и старше. На сегодняшний день на уровне самого высокого класса доказательности 1 недостаточно доказательств для использования статинов именно в качестве первичной профилактики у взрослых 76 лет и старше. Еще раз подчеркиваю, это касается только первичной профилактики. Вместе с тем, ограничений по возрасту для назначения статинов все-таки нет. Да, существует меньше уверенности о влиянии статинов у пациентов старше 75-летнего возраста. Если мы вспомним систему Форта, где говорится только оторвостатин имеет класс доказательности, а остальные статины Б по назначению лицам старшего возраста. Но, говоря именно о первичной профилактике, все-таки надо лишний раз взвесить за и против в назначении статинов. Ну и публикация с 2023 года, где расставлены, я думаю, что важные акценты квинтэссенции моего доклада. Причинно-следственная связь между применением статинов и частотой возникновения катаракты или когнитивной дисфункции и другими представленными литературой данными, касающие в том числе возникновения протеинурии, гематурии никогда не подтверждалось. То есть вот такая публикация января 2023 года все-таки говорит нам в большей степени о безопасности назначения статинов. И на сегодняшний день с полной уверенностью авторы публикации говорят, что связи между когнитивной дисфункцией и применением статинов не обнаружены. Ну и говоря о публикациях также по 2023 года в журнале геронтологии, хочется также подчеркнуть выводы этого исследования. Результаты свидетельствуют о том, что статины связаны со снижением краткосрочных когнитивных функций за счет снижения уровня липопротеинов низкой плотности и повышения концентрации глюкозы в крови, а также с улучшением показателей за счет снижения концентрации цирреактивного белка. Напротив, статины не оказывают влияния на когнитивные функции в долгосрочной перспективе и остаются полезными в снижении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Чарльз Далвин говорил, наличие интеллекта часто способствует выживанию. Поэтому я думаю, уважаемые коллеги, что сегодня, на 2023 год, у нас есть определенная уверенность в безопасности назначения статинов по влиянию на когнитивные функции. Мария Михайловна, добрый день. Хочу поблагодарить вас еще раз. У вас уже, наверное, не день, а поздний вечер. Но спасибо большое за такой энергичный доклад и представление материала. И вот прозвучал вопрос прямо онлайн. Что делать первые 30 дней, когда когнитивные свойства ухудшаются у пациента? Ну, на самом деле, я думаю, что особенно делать ничего не надо, если, допустим, назначена большая доза статинов, например, после инфаркта миокарда. Ведь мы что хотим? Чтобы не возник новый инфаркт, чтобы у пациента не случилась сердечно-сосудистая смерть. А то в погоне за улучшением когнитивных функций мы можем просто привести к летальному исходу пациента. Просто наблюдаем за пациентом. Спасибо большое. Просто наблюдаем за пациентом. Спасибо большое. Мы движемся по повестке дня дальше. И если можно, Анна Ивановна, будьте так любезны. Лекарственное взаимодействие и гиполепидемическая терапия. Да. Это тоже надо держать в памяти. Да, глубоко уважаемые коллеги, действительно, один из сложных вопросов при назначении статинов – это лекарственное взаимодействие. В этом докладе у меня нет конфликта интересов. Итак, как известно, за пентополизм многих лекарственных препаратов отвечает система цитохрома P450. Но на активность этой системы оказывает влияние и множество других факторов, таких как курение, алкоголь, генетический фактор, нарушение функций печени, почек и другие. Что формирует индивидуальные особенности активности системы P450 и определяет возможности и выраженность лекарственного взаимодействия у каждого конкретного пациента. Одним из видов лекарственного взаимодействия является одновременный прием препарата, который индуцирует или ингибирует необходимую для метаболизма статины систему цитохрома P450. Итак, одной из наиболее активных изоферментных систем является система 3А4, через которую метаболизируется до 80% лекарственных препаратов. Из статинов препаратами-субстратами для этой системы являются ловостатин, симостатин, аторвостатин. А ингибиторами, способными ухудшать метаболизм через эту изоферментную систему, ингибиторами системы 3А4 являются такие препараты, как амиадарон, макролиды, клоритромицин, эритромицин, гилтиазем, веропамил, нитрингипин, нефидипин, ингибиторы ВИЧ-протеаз, противогрибковые препараты, например, флюконозол, циметидин, кортикостероиды, антидепрессанты, циклоспорин А. И этот перечень можно продолжать и продолжать. Я привела лишь часто применяемые препараты одновременно со статинами. И если назначаются эти препараты ингибиторы системы 3А4, а пациент получает статины, к чему это приводит? Повышается концентрация статинов, ловостатина, симвостатина, аторвостатина, и это приводит к повышению риска развития побочных эффектов. Причем, чем ниже биодоступность субстрата, тем выше его концентрация в крови при ингибировании системы 3А4 и выше риск негативных реакций. Испанское научное общество клинических фармакологов еще в 2013 году опубликовало интересные данные, проведя анализ данных из открытых источников о межлекарственном взаимодействии различных статинов. И на основании этих данных были разработаны таблицы. Перед вами, уважаемые коллеги, на слайде лишь часть одной из таблиц, что касается, например, лекарственных взаимодействий аторвостатина с рядом лекарственных препаратов. И, кроме того, в таких таблицах обозначалась тяжесть побочного эффекта, степень риска. И вы видите, например, аторвостатин – это высокий риск неблагоприятных лекарственных взаимодействий с клоритромицином, лёхоназолом, веропамилом, дилкиоземом, амиадароном, дегоксином, колхицином. То есть выраженные лекарственные взаимодействия с тяжелыми побочными эффектами. Несколько исследований уже на протяжении многих лет приводятся такие данные. Ретроспективные анализы демонстрируют повышение токсичности статинов при одновременном применении с макролидами. И вот одно из таких популяционных исследований, результаты перед вами на слайде. Огромная выборка участников – это 140 тысяч пациентов, которые принимали статины, и в большинстве случаев аторвостатин, и клоритромицин, эритромицин и азитромицин. И в этом исследовании было показано, что по сравнению с азитромицином, клоритромицин и эритромицин приводили к увеличению частоты госпитализации, острому поражению почек и так далее, то есть выраженным побочным эффектом. А вот сравнительно недавняя публикация с систематическим обзором именно по взаимодействиям между клоритромицином в связи с его частым применением в последние годы и отдельными статинами. Оценивалось влияние и ферментных, и транспортных систем. И вывод из этого обзора сделан следующий. Аторвостатин, ловостатин и симвостатин следует избегать одновременного применения с клоритромицином, так как выраженное влияние. Если необходим клоритромицин, эти статины нужно отменять. Питовостатин – умеренное влияние. Следует отменить или снизить дозу питовостатина, тем не менее, на период применения клоритромицина, или же использовать другой макролит, например, азитромицин. Питовостатин – можно продолжить терапию, но с осторожностью и ограничением дозы правостатина, а фловостатин, розовостатин – незначительное влияние. Продолжаем терапию, но опять же с осторожностью. Еще одни интересные данные появляются. Да, безусловно, в последние годы большое внимание уделяется этой проблеме, но появляются все новые и новые данные. И вот 2021 год публикуется исследование, посвященное взаимодействию статинов с противовирусными препаратами. Вот перед вами результаты трех открытых клинических исследований с оценкой взаимодействия противовирусных препаратов Элбасивир, Гразопривир, то есть тех препаратов, которые применяются для лечения хронического гепатита С с разными статинами. Причем учитывать необходимо, что питовостатин, розовостатин, правостатин и аторостатин являются субстратами белка-транспортера органических анионов 1Б. Кроме того, розовостатин и аторостатин также являются субстратами белка устойчивости к раку молочной железы. И что получили? Во-первых, что статины не оказывали существенное влияние на фармакокинетику этих противовирусных препаратов. Одновременное применение Элбасвира и Гразопривира не приводило к клинически значимым изменениям концентрации питовостатина и правостатина. Однако Элбасвир и Гразопривир увеличили концентрацию розовостатина на 126% и аторостатина практически в два раза. И вероятно, сделан вывод с учетом особенностей транспортных систем, сделан вывод, что вероятно это через ингибирование белка устойчивости к раку молочной железы. Поэтому дозу розовостатина и аторостатина следует уменьшать и быть чрезвычайно осторожными при применении одновременно с данными противовирусными препаратами. Но метаболизм и лекарств с помощью этой системы 3А4 может происходить и другим образом, если применяются одновременно те препараты, которые являются индукторами системы 3А4. То есть они ускоряют метаболизм через эту изоферментную систему. Препаратами-индукторами являются дексаметазон, феноборбитал, рефампицин, лансапразол, циклофосфамиды, даже трава зверобоев. К чему это приводит? А это приводит к тому, что ускорение метаболизма способствует более быстрому выведению этих препаратов сивостатина, торостатина, снижению их концентрацию и снижению эффекта от применения статинов. Это тоже нужно учитывать. И, уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание еще на одну проблему. В последние буквально несколько лет появляется обсуждение проблемы взаимодействия лекарственных статинов и противоопухолевых препаратов. Продемонстрировано в ряде исследований, что статины могут увеличивать клеточную концентрацию противоопухолевых препаратов и тем самым усиливать их цитотоксическое действие на раковой клетке. Есть данные о том, что гидрофильные статины, правостатин, розовостатин, в меньшей степени оказывают влияние на противоопухолевые препараты, чем лепофильные статины, а торостатин. Но есть и другие противоречивые данные в плане усиления эффекта противоопухолевых препаратов, предпочтения применения тех или других статинов. Вопросы спорные, необходимы рандомизированные клинические исследования, необходимое дальнейшее изучение. Но мне кажется, важным уже учитывать исследования в этом направлении и учитывать возможность влияния статинов на действие противоопухолевых препаратов. Можно ли снизить риск лекарственных взаимодействий при назначении статинов? Да, можно. Правостатин минимально метаболизируется через систему 3А4, серьезное лекарственное взаимодействие маловероятное. Питовостатин минимально метаболизируется через заферментные системы. ПИЧ-350 лекарственное взаимодействие маловероятное. Ирусовостатин лишь на 10% метаболизируется через систему 29. Безопасен для пациентов, получающих ингибиторы системы 3А4, минимальный риск лекарственного взаимодействия. В отношении других липидкоригирующих препаратов сведений очень мало. В отношении изотимиба, хочу подчеркнуть, требуется осторожность при назначении пациентам, получающих циклоспорин в связи с увеличением экспозиции как изотимиба, так и циклоспорина. И описано существенное увеличение, например, концентрации изотимиба и времени действия изотимиба при одновременном применении с циклоспорином. При назначении изотимиба пациентам, находящихся на терапии варфарином, требуется более тщательный контроль за показателем ИНО в связи с возможным увеличением концентрации варфарина. Фенофибрат не является субстратом для изоферментной системы 3А4, не является ингибитором или слабым ингибитором рядом изоферментных систем системы P450, но нужно учитывать, что фенофибрат усиливает эффект пароральных антикоагулянтов, что может приводить к повышению риска кровотечения, требуется осторожность. И опять же описаны случаи обратимого нарушения функции почек при одновременном лечении фенофибратом и при одновременном применении циклоспорина. И, конечно, самая благоприятная ситуация с ингибиторами PCSK9. Алирокумаб не влияет на изоферменты цитохрома P450 и белки транспортера. Риски не описаны. Эволокумаб изучение лекарственных самодействий не проводилось, не требуется коррекция доз статинов при одновременном назначении с этими препаратами. Итак, уважаемые коллеги, безопасное лечение возможно, однако мы должны быть внимательны при назначении статинов, помнить о риске лекарственных взаимодействий. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Потрясающе чёткое изложение такой трудной темы. Анна Ивановна, огромное спасибо. Несколько вопросов поступило прямо онлайн, я отвечу на них кратко. 35 лет, просто вслушайтесь в эти цифры, с 2019 года переносит три инфаркта миокарда. Нужны ли статины? Ну, знаете, если ваш пациент не получает ещё статины, то его судьба очень тяжела. Пожалуйста, это даже не обсуждается, он обязан получать, но я думаю, что это тот пациент, который описывала Екатерина Иосифовна. Скорее всего, практически в 100%. Это пациент, имеющий либо очень высокий липопротеин, либо семейную гиперхолестериномию. Вы, к сожалению, не пишете, какие у него уровни липопротеидов низкой плотности. Вопрос статинов не обсуждается. Да, на повестке дня консультация у липидолога. И успейте повлиять на судьбу этого пациента. Статины и алкоголь. Если пациент по выходным выпивает, не указывается, правда, какая степень выпивки. Статины принимают вместе с гипотензивной терапией. Какой ваш совет? Алкоголь не рекомендуется. Хотя известно, что небольшие дозы красного вина повышают липопротеиды высокой плотности. Но цель в нашем лечении – это липопротеиды низкой плотности. Это номер один. И поэтому алкоголь не рекомендуется. Во всяком случае, нет убедительных доказательств о том, что алкоголь будет влиять как-то радикально на прогноз пациента. ХБП, 3А, ожирение. Липопротеиды низкой плотности в норме. С трудом в это верится. Что вы посоветуете? Нужно ли принимать статины? Обратите внимание, что у вашего пациента вы определяете, назначать статин или нет. Не потому, что он имеет ожирение или не имеет ожирения, а потому, какой у него сердечные сосудистые риски, какие уровни липопротеидов низкой плотности. Только это определяет целесообразность назначения статинов. Но я с трудом верю, чтобы у пациента с ожирением 3 липиды были в норме. Это маловероятно. Поэтому перепроверьте, пожалуйста. Я позволю себе добавить, что наличие ХБП у этого пациента также определяет факт назначения статинов. Бесспорно. И как долго и как рано мы должны назначать статины? Это очень интересный вопрос. В 18 лет вы обязаны знать или должны знать, особенно если семейные анамнезы неблагоприятны, какие у ребенка липопротеиды низкой плотности. Как долго? Пожизненно. Давайте перейдем ко второй части. Это дискуссия экспертов. И наш программный комитет рекомендовал с учетом того, что изменилось в рекомендациях, с учетом того, что появились новые рекомендации Российской Федерации по ведению больного с дислепидемией, рекомендовал обсудить несколько тем. Давайте начнем одну из них. Первая тема – это больные. Новый особый фенотип для нас – это больные с увеличенным уровнем липопротеина амалая. Позвольте ввести в эту проблему. Сегодня произносится фраза. У каждого взрослого один раз в жизни должен быть определен уровень липопротеина амалая, поскольку он генетически детерминирован. И 90% уровня липопротеина амалая сформируется к 24-му месяцу жизни пациента. Есть две отрезные точки. 50 – очень высокий риск, 180 – риск приравнен к риску семейной гиперхолестериномии. Вот теперь, уважаемые эксперты, доктор-терапевт узнал об этом, направил пациента, определил уровень боль в районе 50. Пожалуйста, поделитесь вашими советами, что должен сделать терапевт сейчас. Пожалуйста, Александр Григорьевич, вижу поднятую. Я хочу сказать, что внимание к ЛПА-малая сильно преувеличено. Большой систематический обзор, который был опубликован в АХА-Сиркулейшн, очень четко показывает, что когда разделили по исходам и вероятности сердечно-сосудистых событий людей с разными уровнями ЛПА-малая, они оказались примерно кривые и совпали. То есть не было показано того, что люди с уровнем 100 умирали чаще или имели больше событий, чем 50. И тогда, когда стали разбираться и поделили еще раз эту группу, сейчас я скажу, что я опять говорю о воспалении по уровню церия активного белка, так вот те, у кого ЛПА-малая был больше 50, но ЦРБ был больше 2, вот они умирали чаще. А если ЛПА-малая был выше 50, но ЦРБ был меньше 2, то их смертность была невысокой. Поэтому определяющим фактором является не уровень ЛПА-малая, а то, как проявлено системное воспаление у данного конкретного пациента. Ну хорошо, ваш совет терапевту проверить уровень церия активного белка. Это не совет, это большой систематический обзор. Я понимаю, вы рекомендуете проверить уровень церия активного белка. Ну проверили. Я вас уверяю, что в довольно большом проценте случаев он будет в районе больше, чем единицы. 100% он будет в районе 2 и так далее. Вот что делать в этой ситуации? Дальше что делать? Тогда это решение вопроса о назначении гиполепидемической терапии, без сомнения. Никакая гиполепидемическая терапия не повлияет на липопротеин Амалая из того, что есть у нас в руках. Статины не влияют. Есть за скобками воздействие КУМАБов, но никто с этой целью КУМАБы применять не будет. Все-таки что должен сделать терапевт? Ну дайте советы. Ну, когда первую черенка на 24% могут снижать ЛПА-малая. Да, это правда. А новый класс препаратов, который сейчас будет зарегистрирован в ближайшее время, будет снижать, будет на цели непосредственно на снижение ЛПА-малого. Но наша цель... До 60% он будет... Но пока этих препаратов нет. Екатерина Иосифовна, Ваша точка зрения. Уважаемые коллеги, на сегодня можно, ну вот именно практическому врачу дать следующую рекомендацию. Пациент, у которого он находит повышенный ЛПА-малое, тем более, если повышен высокочувствительный С-реактивный белок, у этого пациента надо максимально агрессивно контролировать другие факторы риска. Да, другие целевые показатели достигать однозначно. Я имею в виду и, естественно, липопротеин низкой плотности обязательно уводить в целевой уровень и не удовлетворяться менее такими результатами. Артериальное давление обязательно снижать до целевого уровня, убедить пациента, что ему надо перестать курить, что ему надо больше двигаться. Понятно, с факторами риска. Екатерина Осина, понятно, с факторами риска. Скажите, дальше что делать? Нужна ли консультация липидолога в этой ситуации? Или вполне достаточно консультации кардиолога? Терапевт замыкается на кардиологе, борется с факторами риска, назначил статины, изотемип, достигает жестко целевые уровни. Или что-то нужно еще? Дело в том, что даже у липидолога, как вы уже сказали, пока нет ключевых препаратов для контроля. Нет, у него есть аферез. Он может заняться экстракорпоральным удалением. Ну, если вы, речь идет, речь идет, если о семейной гиперхолестеринемии, вот мы говорили показания к аферезу, семейная гиперхолестеринемия, холестерин низкой плотности, несмотря на максимальную терапию 4,1, и плюс увеличен липопротеид, а малая, вот это будет показание, действительно, к аферезу. Это решит липидолог. Хорошо. Терапевт в итоге что должен сделать? Терапевт должен. Значит, если на фоне такой агрессивной гиполепидемической терапии происходит недостаточное снижение холестерина либо протеидов низкой плотности, то есть он не снижается до целевого уровня, то тогда, скорее всего, пациент пойдет и к кардиологу, и, возможно, к липидологу. Логистика движения пациентов ясна. Тогда давайте обсудим. Вот такой пациент появился у терапевта. Терапевт проверил уровень липопротеида, а малая, он высокий, он сейчас, предположим, 60. Вот в этой ситуации он назначает что, максимальную дозу статина сразу? Или он оценивает риск? Послушайте мой вопрос. Он оценивает риск, и он говорит, риск очень высокий. И я могу назначить комбинированную терапию. Как будет в этой ситуации? С комбинированной терапии начинает? Просто с высокой дозы статинов и дальше присоединяет второй препарат? Назначение комбинированной терапии зависит от уровня холестерина или липопротеидов низкой плотности. Если больше четырех, то сразу комбинированная терапия. Хорошо, спасибо большое. Я бы сказал, оценивает уровень реактивного белка. Если он высокий, то он назначает высокую дозу статина. Высокий ЦРБ не берется из воздуха. Это либо агрессивное курение больше 20 сигарет в день, либо это очень большая масса тела. В этом случае это консультация эндокринолога на назначение РГПП-1. Уменьшится жировая масса, уменьшится экспрессин полмассом, уменьшится воспаление. Человек будет спокойно жить даже с ЛПА малым 60 и даже 90. Ну, ваш оптимизм сложно разделить, когда будет 90, но тем не менее. Хорошо, Анна Ивановна, да. Уважаемые коллеги, я считаю, что врач первичная звена сталкивается с такой проблемой. Безусловно, определение высоко, особенно высокого уровня ЛПА малое, это повод к направлению в кабинет, липидный кабинет. Сейчас во многих центрах, во многих городах создаются эти кабинеты. И это, конечно, облегчит ситуацию. Получив конкретные рекомендации, участковый врач уже будет руководствоваться тактикой дальнейшего ведения. Согласятся ли эксперты, если подводя черту, мы скажем, во-первых, А. Это обязательно нужно сделать. Определить уровень липопротеина амалы, особенно если вы видите высокий риск или что-то подозрительное в семейном анамнезе. Второе. Определив, вы должны бороться со всеми факторами риска, и это, как правило, должно идти параллельно с контролем системного воспаления, с реактивным белком и так далее. Поэтому статины вы будете назначать без разговора, потому что это довольно тяжелый пациент, раз вы у него нашли высокие уровни. И третий момент. Если вы не справляетесь с этим уровнем, то все равно лучше запланировать консультацию у кардиолога и у липидолога. Уважаемые эксперты, вы согласны с такой тактикой? Она довольно новая для первичного звена. Не согласны? Не согласен. Я не согласен категорически, потому что ЛПА мало и его определение не входит в рутинное обследование на уровне терапевта. Это может быть максимум случайной находкой, но брать всем больным с высоким риском определять ЛПА малое, мне кажется, нецелесообразно. Нет, с этого мы и начали, что мы не всем берем, извините. Мы начали не с этого. Мы сказали, что если есть подозрения, и при этом подчеркнули, что в рекомендациях написано всем взрослым хотя бы раз в жизни. Поэтому это рутинное, нерутинное, как хотите, так в рекомендациях написано. Да, Игорь Иосифович, вы подняли руку, да-да. Ну, мне кажется, что мы в своих фантазиях взошли очень далеко. Опустите нас. Извините, я не знаю, как в других городах обстоит, но, как вы говорите, в районной поликлинике определили Амалы. У нас Челябинске определяет только в одном центре, это инвитро. Вот. И больше поэтому мы должны работать и с лабораторной диагностикой, и с главными лабораториями для того, чтобы это внедрить. А так это сплошные фантазии. Второе. Я, в общем-то, удивлен тоже. Я согласен с Александром Григорьевичем, но удивлен, что ни в какие рекомендации цирреактивный белок не входит как критерий для оценки риска и так далее. Я все это жду, но до сих пор этого нигде нет. Дождемся мы ли этого? Обязательно. Я согласен, что проверять цирреактивный белок бесспорно нужно, важно. Это об очень многом говорит, о состоянии пациента, и о кишечной флоре говорит у этого пациента, об очень многом говорит. Во всяком случае, это один из маркеров нездоровья. Поэтому этот принцип, конечно, очень важный. Уважаемые эксперты, мы с вами все-таки сделали главную задачу. Да, Марина Михайловна, пожалуйста. Очень коротко. Глубоко уважаемые коллеги, Я сейчас, прежде всего, хотела бы обратиться к нашим коллегам, терапевтам и кардиологам, которые присутствуют на нашей сессии. Я хочу сказать, меньше доверяйте референсным значениям, которые дает лаборатория. Считайте риски у ваших пациентов. И, пожалуйста, обращайте внимание еще на такой показатель, как глюкоза крови. Сталкиваемся все больше и больше с ситуацией, когда у пациента явный сахарный диабет, я даже не говорю о преддиабете, И пациенту говорят врачи, вам надо пособлюдать диету. И вот, коллеги, это, конечно, страшно, потому что мы знаем, что вот при сахарном диабете количество неблагоприятного исхода значительно вырастает. И те же липопротеиды низкой плотности, и нестабильная атеросклеротическая бляшка – это все взаимосвязано. Поэтому я бы просто обратила внимание врачей на то, чтобы иногда более внимательно смотреть анализы своих пациентов. Хорошо, спасибо большое. Во всяком случае, я думаю, что мы выполнили поручение программного комитета, потому что мы привлекли внимание к этой проблеме, появилась соответствующая строка в рекомендации, мы расширили кругозор знаний по этому вопросу. Второй вопрос, который был рекомендован программным комитетом – это цель номер два. Холестерин – не липопротеида высокой плотности. Мы обязаны его определять хотя бы для того, чтобы применять, я знаю, что сейчас скажет Игорь Иосифовичу в реальной практике, шкалу СКО-2. Я понимаю, что… Но все-таки будем считать, что мы это применяем. Будем применять с января месяца, мы обязаны теперь это будем делать, применять эту шкалу. Вопрос стоит таким образом. У пациента повышен уровень холестерина, не липопротеида высокой плотности. Предположим, сфантазируем, цифра 3 и 6. Есть. Я хочу, чтобы эксперты сейчас дали советы врачу первичного звена. Ну, черт с ним, повышено. Что делать дальше? О чем думать? Ну, вот давайте подумаем. Холестерин и ЛВП – это конгломерат всех тех частиц, которые развивают атеросклероз. Все, что плывет на белке – АПО-БИС-100. Вот дальше что делать? Игорь Иосифович, пожалуйста. Но только если можно, не о том, что это полеты на Марс. Да, нет. Ну, скоро… А это другой вопрос. Мне кажется, что это очень важно – определять этот показатель. Тем более, что он очень простой, доступный. И вы знаете, что в наших рекомендациях российских появились целевые уровни для каждого риска. И что мы должны ориентироваться так же, как особенного пациента с метаболическим синдромом, с гипертрегативными и сахарным диабетом. С ожирением мы должны, и даже при достижении липопротеинов низкой плотности этого показателя, там четко сказано для каждого риска. Значит, мы опять начинаем, что мы должны установить риск по всем известным канонам. И если даже мы достигли липопротеинов низкой плотности, а высокой все-таки не холестерин, высокого не достигли, значит, мы должны усилить нашу гиполепидемическую терапию, несмотря на достижение целевого уровня липопротеинов низкой плотности. Игорь Иванович, проблема в том, на что сделать акценты. Вот давайте представим себе. Вот знаете, это очень модно сейчас сделать так. Представляю трех больных. У всех больных уровень холестерина и НЛВП один и тот же. Но у одного больного высокий уровень липопротеинов низкой плотности. Здесь понятно, это банально, терапия с татинами, там, усиливаете изотемибом. Но нормальный уровень, например, триглицеридов. У другого высокий уровень триглицеридов и высокий уровень липопротеидов низкой плотности. Тоже понятно, что делать. А вот у третьего нормальный уровень липопротеидов, или не очень повышенный липопротеидов низкой плотности, и не очень повышен уровень триглицеридов. Вот такие больные тоже есть, и мы перекликаемся с первой темой, которую рекомендовал программный комитет. В такой ситуации надо подумать о липопротеине, а малое. И таких больных не так мало, как показывают. Как бы мы сейчас скептически не относились к этому, но таких больных не так мало. Поэтому вот я и предлагаю, чтобы, наверное, акцент, который высказал программный комитет, очень правильный. Смысл не просто в простоте аритметического действия. Найди строку, где написано общий холестерин, найди строку, где написано липопротеиды высокой плотности, найди аритметическую разность. Это просто, это выполнит, и не надо учиться в медицинском институте, чтобы это сделать. Проблема в том, объясни, какую цифру ты получил. Давайте напомним, экстремально высокий риск 1,8 целевой уровень, очень высокий 2,2 и высокий 2,4. Вот 2,6. Перед нами стоит конкретная задача, за счет чего повышен. То есть, если ты не можешь объяснить это просто триглицеридами, липопротеидами низкой плотности, значит, тогда, пожалуйста, углубись, липопротеина малая. И это уже не какие-то полеты на Марс. Тогда ищи возможность у своего пациента определить это. Это норма сегодняшнего дня. Для этого и проводятся такие конференции и симпозиумы, чтобы мы ставили эти акценты. Уважаемые эксперты, прокомментируйте, пожалуйста. Я позволю себе сказать, что мы немножечко смещаем акценты. Есть очень важная ремарка. Говоря о НЕО-ПВП, надо в первую очередь понимать, что врач хотя бы один раз ознакомился с полноценным липидным профилем, а не увидел общий холестерин или не увидел только строчку НЕО-ПВП. Потому что НЕО-ПВП, как вы сказали, стоит из разных вещей. И не зная, из чего оно состоит, делать выводы о лечении больного невозможно. Ну, хорошо, я согласен с вами. Давайте подчеркнем это еще раз. Холестерин и ЛВП состоит из липопротеидов очень низкой плотности, липопротеидов промежуточной плотности, липопротеидов низкой плотности, липопротеина А мало и ремнантов, которые плывут на АПО-БИ-100. Вот весь спектр того, что там... Ремнанты никто не считает. Это понятно, поэтому смотрите, какой уровень триглицеридов. И этого вполне достаточно. Но я хочу сказать, что давайте привлекать наше внимание к этому величине. Это норма сегодняшнего дня. Наверное, не уметь ее трактовать ни для терапевта, ни для эндокринолога, ни для кардиолога уже, наверное, трудно. Да-да, Анна Ивановна? Глубоко уважаемые коллеги, я совершенно согласна с Александром Григорьевичем. Да, это новая, так скажем, величина, которую мы должны контролировать. Для чего она нам особенно нужна? Чтобы определять риск по шкале СКОР-2. Во-первых, есть целый ряд заболеваний, где рекомендован этот показатель, как целевой, например, у больных с сахарным диабетом и так далее. Но мы не можем ориентироваться только на этот показатель. Хочу поддержать Александра Григорьевича. Это лишь ориентир для определения рисков. А мы должны определить в дальнейшем уровни всех тех показателей, Григорий Павлович, о которых только что вы говорили, прежде всего, холестерин гипопротеидов низкой плотности, три глицериды, и назначать терапию согласно известному алгоритму, начиная со статином и далее. Ну, конечно, с учетом уровня три глицериды, если больше пяти, там немножко другой алгоритм. Начиная со статином и далее по мере усиления гиполепидемической терапии. Хорошо. Никто не спорит. Без холестерина и ЛВП не рассчитайте риски по шкале СКО-2. Это понятно. Но все-таки программный комитет считает, что нужно сделать акцент на то, что холестерин и ЛВП – это собирательное понятие. И это собирательное понятие требует интерпретации в клинике. Это не надо полеты на Марс устраивать. Это повседневная, рутинная практика. Мы должны интерпретировать эту величину. И, наверное, смысл этой конференции только в том числе, чтобы мы привлекли к понятию вот этого собирательного понятия холестерина, не ЛВП. Еще есть какой-то комментарий у наших экспертов? Нет? Хорошо. И у нас третья тема. Если можно, мы выбились немножко за лимит времени, ну, если можно, давайте как-то быстренько. Вот есть такое понятие «сдвиг влево». И программный комитет считает, что это один из важнейших пунктов современной кардиологии, современной липидологии. Сдвиг влево – это максимально раннее определение, не только по возрасту, но и понимание такой величины. Давайте познакомимся с этой величиной, которая называется миллиграммы лет. Это бремя липопротеидов низкой плотности. Оно начинается с рождения ребенка, с грудного молока, в котором огромное количество холестерина, там и так далее, и так далее. Если у вас высокий уровень липопротеидов низкой плотности, у вас большое, долгое бремя на вашу сосудистую стенку. Значит, быстрее, бурнее развивается атеросклероз. Меньшее бремя – меньше развивается атеросклероз. Смысл этого понятия о том, чтобы максимально сдвинуть в молодые годы, влево туда, определение, тревогу и так далее. Вот ваша точка зрения. Когда надо определять впервые уровень липопротеидов низкого, не так, как написано в документе, там, например, с 18 лет. Считаете ли вы, что это надо сделать раньше? И когда, в каких ситуациях это целесообразно сделать раньше? Да, Екатерина Осина, конечно, семейная гиперхолестериномия, понятно. Если у одного из родителей есть какое-то наследственное нарушение липидного обмена, то там применяется даже пренатальная диагностика. И обязательно, конечно, если она не была применена, то у родившегося ребенка до двухлетнего возраста точно чем раньше, тем лучше должен быть определен уровень всего липидного спектра. Если нету семейной гиперхолестериномии других наследственных нарушений липидного обмена, то, на мой взгляд, если в семье есть ранние случаи развития ишемической болезни сердца, то у ребенка в возрасте 2 года есть такая точка зрения экспертов, не позднее, чем в возрасте 2 года надо определять уровень показателей липидного спектра. То есть, конечно, не в 18 лет, а раньше. И вот наши детские кардиологи, по крайней мере, в Нижнем Новгороде, они придерживаются вот этой позиции, то есть в возрасте 2 года в семьях, где повышенный риск, определяют. Может быть, я бы считала, что вообще у всех детей в возрасте 2 года есть смысл определять эти показатели, потому что мы сможем уловить нарушение липидного обмена рана и уменьшить вот эту кумулятивную нагруженность. Кумулятивное бремя. Ну, кумулятивное бремя, если перед ним... Ну, конечно, сдвиг в более молодые годы с моей точки зрения тоже очень оправдан. Как считают эксперты? Я понимаю, что мы не можем решить на законодательном уровне, но все равно какое-то формирование какого-то мировоззрения по этому вопросу, оно очень важно. Есть? Да, Игорь Юрьевич, конечно. Мы совершенно правильно говорим о липидах и так далее, и так далее. Но мы совершенно не говорим о второй стороне дела, о поражении органов мишеней. Это сосуды. Мы этим специально занимаемся и очень пристально. И должен сказать, что есть люди с достаточно выраженной дислепидемией, которые не имеют... Мы засмотрим и сосуды сонные, и нижних конечных, то есть то, что называется периферические, мезентериальные. И у них нет. А есть люди... Я могу привести даже пример, которые мы... Совершенно здоровые люди, молодые, у которых есть нарушение эпидемии, может быть, даже не очень выраженные. Но высокие, как говорит Александр Игоревич, уровень ЦРБ, воспаление, и по другим, и у них уже выраженный атеросклероз, у них атеросклеротические бляшки. То есть мы должны ориентироваться так же, как гипертония. Мы снижаем давление, но мы уже знаем, что есть люди с достаточно высоким гидоем, у которых нет выраженных поражений органов-мишеней, да? И они живут неплохо и доживают. А другие, вроде гипертонии, а у них быстро гипертрофия левого желудочка, инсульты и так далее. Здесь та же ситуация. Поэтому ограничиваться только липидами, вот эти скоры и так далее, это популяция. А конкретный пациент требует... А как реализовываться? А реализуются-то это сосуды. Поэтому обязательно надо смотреть, мы настаиваем и сонные артерии, как сейчас это везде, и артерии нижних конечностей хотя бы. Я не могу долго об этом говорить. Вот у меня сейчас мой ученик защищает докторскую диссертацию на эту тему, которая показывает, что вот какая корреляция даже есть между поражением нижних конечностей и коронарными сосудами. И там даже если... Корреляция, бесспорно, очень большая, потому что сложно себе представить поражение коронарных без периферического атеросклероза. Вот если 30% нижних конечностей, это уже очень высокая вероятность, что будет коронар больше. Конечно, конечно. Вы говорите о содружественном поражении, но я хочу вам ответить словами Анечкова, который сказал, без холестерина не бывает атеросклероза. Поэтому мы все очень правильно делаем, что определяем уровень липидов. Ну, надо смотреть и сосуды, а не просто только... Ну, с другой стороны, важен метод, которым вы выявляете поражение сосудов. Если это внутрикоронарный ультразвук, это одна ситуация, а если нет, то это вторая ситуация. Но это так. Это опять полеты на матч. Это вредность. Это вредность. Хорошо. Но в любом случае... Ультразвуковой метод достаточно для скрининга и для общего использования. Да, хорошо. Мы осветили три темы, которые рекомендовал наш программный комитет. Мне остается только поблагодарить наших глубоко уважаемых экспертов. Спасибо вам за прекрасные доклады, за такие акценты, которые поставили в реальной клинической практике. Спасибо вам большое. И я хочу поблагодарить наших глубоко уважаемых слушателей за ту честь, которую они оказали нам, выслушав наши сообщения и наше обсуждение этих проблем. Берегите себя. До наших новых встреч, дорогие товарищи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова